В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. В начале коротко о главном. Планировали теракты. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы троих жителей Дагестана, задержанных силовиками в декабре 2020 года. Все в воде, в Чародинском районе, в селе Алчунив. В результате сильных дождей река вышла из берегов и затопила десятки домов. Дни белых журавлей. В Дагестане стартовал 26-й международный гамзатовский литературный фестиваль. Джентльмен года 2022. Дагестанский футболист Гамеда Галаров – один из претендентов в данной номинации. Голосуем за нашего. Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы троих жителей Дагестана – Рамазанова, Абдул-Кадырова и Шахрудинова, планировавших теракты на территории Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба Республиканского управления ФСБ. Как выяснилось следствие, в декабре 2020 года они присягнули на верность главарю террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории России, и готовились провести теракты в отношении силовиков и административных зданий УФСБ и МВД по региону. Однако реализовать задуманные они не успели, поскольку были задержаны 25-26 декабря 2020 года. Рамазанов приговорен к 12 годам лишения свободы. Шахрудинов и Абдул-Кадыров получили по 11 лет лишения в колонии строгого режима. Всем троим также назначен штраф по 350 тысяч рублей. Приговоры суда вступили в законную силу. Кровля столярного цеха горела с утра в Каспийске. К тушению пожара, по информации МЧС, привлекли более 60 спасателей и 15 единиц техники. В 10.35 пожар удалось ликвидировать. Обошлось без жертв и пострадавших. В Чародинском районе в селе Алчуниб в результате сильных дождей река вышла из берегов. Как сообщают местные жители, бурный поток разбил дорогу, соединяющую населенный пункт с райцентром. Вода уже течет по всему селу, затоплены десятки домов. В махачкалинских школах тем временем продолжается капремонт. Еженедельный мониторинг работ в образовательных учреждениях номер 37, 39, 8 и 28 провел мэр Махачкалы Салман Дадаев. Скоро дети будут учиться в светлых и просторных классах. При ремонте объектов были соблюдены рекомендации по дизайн-коду, разработанному по инициативе мэрии города. Подрядные организации обязали увеличить количество рабочих бригад на объектах для скорейшего завершения работ. В этом году 19 махачкалинских школ были отремонтированы в рамках президентской программы. В столице республики также продолжается благоустройство дворовых территорий. Проекты составлены с учетом пожеланий жителей многоквартирных домов. Однако реализацию федеральной программы формирования комфортной городской среды тормозит ряд факторов. Так, во дворе жилого дома по проспекту Петра 1, 45 работы приостановлены из-за задержки укладки нового водопровода. На участке по проспекту Амитхана Султана 4, 6, по словам местных жителей, проблему с заменой водопроводной линии начали устранять. Но процедура также затянулась. Вот, посмотрите, уже третья неделя трубы лежат, одну трубу заваривают и все, больше ничего не делают. Нет работы. Затянулась работа? Затянулась работа, очень сильно даже затянулась. И так просто. А вы сами обращались? Обращались, обращались. Что говорят? Делаем, делаем, как можно делаем и все, не делают. Звоним каждый день. Получается, из-за них останавливается весь процесс работы? Да, да. То вода течет, то там течет вода, то здесь течет, то там течет, везде течет вода и все. Не делают. Умолять просить надо, чтобы делали. Помимо замены водопровода, по словам начальника столичного УЖКХ, предусмотрен перенос воздушной теплотрассы. На данном этапе специалистами Махачкала водоканал проводится работа по замене водовода по дворовой территории. Но работы очень медленно идут. Также планируется перенос теплотрассы. Махачкал теплоэнергоматериал завезли. Ожидаем со дня на день, что сеть для данной перенесена. Подземное исполнение. После чего будет продолжена работа по благоустройству дворовой территории. Планируется озеленение в этом дворе, завод почвогрунта. И по окончании работы двор будет выглядеть благоустроенным. Напомним, что в этом году в столице Дагестана запланировано благоустройство 23 дворовых территорий. На объектах размещены стенды с дизайн-проектом и информация об ответственных за эти работы организациях. В Махачкале стартовал международный форум молодых ученых «Школа противодействия экстремизму». Он продлится три дня. Организаторами выступают Дагестанский государственный университет и Академия управления МВД России. В рамках мероприятия на базе ДГУ сегодня прошла и научно-практическая конференция. Она призвана привлечь талантливую молодежь нашей страны к решению важнейших задач развития общества и обеспечить доступность информации о достижениях и перспективах российской науки. Подобные мероприятия актуальны в силу того, что проблемы с поездки не исходят. Не экстремизм, не терроризм, к глубочайшему сожалению, мы вынуждены об этом говорить, мы вынуждены этим заниматься. И поэтому мы стараемся, он эволюционирует, идеология, скажем так, экстремизм-терроризм. Соответственно, мы стараемся вырабатывать новые формы и методы его профилактики и в какой-то степени противодействия. Поэтому мы проводим, соответственно, комплекс мероприятий. И вот это одно из звеньев этих мероприятий. Насколько полезны такие мероприятия, насколько они востребованы среди студентов, мы подбираем формат. То есть это не просто конференция. До обеда мы проводим конференцию сегодня, условно говоря. После обеда будет обучение социальному проектированию. Социальному проектированию написание проектов именно по тематике экстремизма. И по итогам работы двух дней лучших двух ребят, коллеги из Академии МВД, пригласят за свой счет наших ребят, которые смогут на итоговом мероприятии, если я не ошибаюсь, в ноябре принять участие в Москве. Школа противодействия экстремизму – это проект, который был мной предложен на конкурс грантов, который проводит Федеральное агентство по гелам молодежи на платформе «Россия – страна возможностей». Данный проект был поддержан. Мы предложили провести сателлитные мероприятия в четырех регионах Российской Федерации. Это Республика Дагестан, город Махачкала. Это Нижний Новгород, Нижегородская область. Это Барнаул, Алтасий край. И Калининградская область, город Калининград. Данные регионы были выбраны потому, что есть наработки в этой области, есть своя база и специалисты, которые оказывают помощь, и предоставляют материалы и та аудитория, которая может нам помочь в достижении результата проекта. Как отмечают эксперты, такие мероприятия вносят значительный вклад в деле противодействия экстремизму. Достаточно большое мероприятие проводится в целом по республике. Мы являемся координатором подпрограммы по противодействию и идеологии экстремизма. Проведено огромное количество мероприятий, их около 4 тысяч, почти 30 тысяч с охватом участников. Но, тем не менее, как я уже говорил на открытии конференции, хотя исполнительными, соисполнительными программами являются в основном государственные структуры, без поддержки, без опоры на общественные организации, на религиозные организации, что для Дагестана немаловажно, на молодежные организации, на молодежные участия. Повороть это зло, победить вот это пагубное явление будет очень тяжело. В Дагестане стартовал 26-й международный гамзатовский литературный фестиваль «Дни белых журавлей». Традиционно он начался с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Расулу Гамзатову во дворе театра поэзии и осмотра фотовыставки. В Махачкале прошло и собрание Союза писателей России, в котором приняли участие поэты, писатели и переводчики из разных регионов страны и зарубежья. Мероприятие, приуроченное к этой дате, прошло и в стенах Дагестанского гуманитарного института. Со студентами вуза встретились известные поэты и писатели страны. Они говорили о великом наследии Расула Гамзатова, а также представили свои произведения. И решили встретиться с молодежью, учащейся молодежью Дагестана, Махачкалы. Наши группы разъехались в разные учебные заведения. Мы попали в гуманитарный институт. Мне это особенно близко, как профессор гуманитарного университета. Конечно, это все встречи скоротечные. Мы не успели толком с коллегами поговорить и с ребятами там пообщаться побольше. Но, тем не менее, мы чувствуем дух, мы чувствуем интерес к слову, к духовности, к литературе. И, в общем, чувствуем себя в Дагестане, приехавшей из разных мест, как у себя дома. Я думаю, что такие встречи, они полезны, запоминающиеся. Потому что у нас ведь есть журналисты, а это представители журналистов. У нас есть лингвисты, а это писатели, которые пишут. Многие из них имеют образование журналистское, лингвистическое образование и так далее. Поэтому я думаю, что эти студенты, которые встречаются с этими представителями пира, они запомнят нам всю жизнь и пронесут через всю жизнь. Может быть, кто-то ей возьмет пример. И о спорте. Гамида Галаров номинирован на звание «Джентльмен года 2022». Премия вручается «Комсомольская правда» с 1994 года. Награда дается футболистам за поведение на поле, отношение к партнерам, болельщикам и журналистам. Также поводом для решения жюри может стать совершенный вне поля поступок. Голосование продлится до 19 сентября включительно. На первом этапе народное жюри выбирает тройку лучших. Эти три фамилии будут предложенной комиссии, состоящей из знаменитых игроков, тренеров и известных журналистов. В прошлом сезоне Гамида Галаров стал лучшим бомбардиром РПЛ с 19 голами, играя за Уфу. Этим летом 22-летний нападающий перешел в Ахмат. А боец Шамиль Абдулаев оспорит чемпионский титул Лиги 1ФС. И поединок против голландца Райнера Деридера возглавит 21 октября турнир в Малайзии. Бой пройдет в среднем весе. На счету бойца московского клуба Universal Fighters 13 побед в ММА при одном поражении. Он двукратный чемпион мира по смешанным единоборствам. Деридер – действующий обладатель титула чемпиона в двух категориях – в среднем и в полутяжелом. Его рекорд в ММА – 16-0. Смотрите наши выпуски также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова